Наконец-то мы рады вас приветствовать! Знаковали погонный ветер. Я надеюсь, вы нас не забыли. С вами неизменный ведущий. И он же исполнитель погоны. Сегодня мы делаем колонны. Очень интересные виды отделки. Неаполитанская штука. В чем суть этого вида отделки? Имеем плоскость, как сказать правильно, выпуклую, впуклую. Ну как, как это? Ну неважно. В общем, дуга. Первый слой мы положили, естественно, на грунтовую поверхность. Грунтуем, как обычно. Смотрите в прошлых уроках. Такими вот точно движениями, как мы делаем уже второй слой, точно также был первый более светлее. Да, ты покажи материал. Материал такой густоты, приблизительно, чтобы он такой, как очень-очень густая сметана. Давай, покажи, что это, чем мы делаем. Мы его делаем очень таким неизменным, нашим любимым материалом. Модельной массой. Модельная масса. Ерко. Эко стал. Кристалл. Что есть? Что мы хотим достичь? Если мы хотим достичь очень гладкой поверхности, тогда мы выглаживаем и выглаживаем, оставляя небольшие прожилки. Ну как, по желанию, наклонные, можно горизонтальные. как-нибудь больше нравится то есть по идее это получается тот же маракешек да да но если мы хотим сделать гладкую под венецию то там и просто прожилки мы потом заглаживаем и заглаживаем оставляя практически гладкая поверхность но у нас стоит неполитанская задача поэтому мы оставляем вот такие вот микро микро фактурка не очень корявая но микро ну вот если тень даст не не даст вот здесь здесь ближе видно да то есть микро фактурка не очень гладкая для чего объясним чуть попозже во первых ты даже скажи да чтобы подложку делали одним цветом да а второй слой мы добавляем немножко чтобы просить и увеличить контрастность рисунка то есть на полтона на тон мы даем color больше идем от светлого к темному очень важное замечание от светлого к темного не наоборот а иначе получите не неважно можно и так и на суть здесь мы и брали за идею от светлого к темному практике когда идем на оборот получаем отлично получаем можете попробовать за все долго еще мы снова в деле итак сегодня мы покажем вам как делается неполитанская посылка на колонну очень интересный вид работы ходовой ты мог бы спуститься сюда потому что у меня не хватит кабеля она еще не зайдет ты просто пока что по схеме ну вот этих коров по схеме на дуге грунтуем естественно и используя инструменты ну это второй слой мы делаем ласточками первый мы делали можно и этим делать можно и гладилками соколом кому как больше нравится то есть нанося тоже по деганали да то есть получается там рисунок ты скажешь и получает движение рисунок имеет собой такую микро микро фактурку очень микро даже меньше миллиметра глубина его оставляем такие вот кому как больше нравится по косой или горизонтально можно даже если умудриться вертикально ну все можно кому как больше нравится мы идем по ходу к финишу от светлого к темному то есть первый слой был светлый второй слой мы немножечко добавляем того же колора насыщаем на тон на пол тона в принципе а если мы имеем с собой возможность сделать гладкую более гладкую то мы выглаживаем больше у нас стоит задача оставить микро фактуру это уже говорилось так тому мышь бы щупаешь будем скрывать же еще этим лазурька а вот лазурька вскрывается или же воском скрывается это уже достигается просто по желанию заказчика то есть хотим от воды защитить или хотим просто чтобы еще отыграться в цвете в двух цвете в принципе как движение если показать то можно показать если видно текстурку ты сказал да что то неополитанская штука неополитанская материал материал у нас любимый модельная масса незаменимый декоративка эко-кристалл можно использовать другую любую акриловую шпаклю стартовый финишную в этом случае околировалась с универсальными красителями универсальный краситель фирмы да неважно да не важно что то еще не пигментом а красителем он еще покажу нашу фресочку мы еще вернемся к ней для настроения мы вернемся к фреске в следующей передаче я надеюсь скоро времени мы познакомим вас с декоративной фреской и с техникой нанесения в видео режиме фото режиме есть возможность посмотреть на сайте да но там покадрово а здесь будет мы постараемся делать видео режим так что не переключайтесь оставайтесь с нами смотрите нас и дальше расскажем еще много нового с вами были неизменно ведущий мы находимся квартире сиди собчак уже который год идет здесь ремонт и мы попали на его так сказать яркое окончание начала в общем сегодня делаем мы мы не сегодня его делаем как бы стараемся закончить его это называется у нас неополитанская сейчас мы покрываем сейчас мы делаем финишное покрытие волшебный гель в чем же его волшебство расскажет неизменный голос за кадром так как это его авторская разработка пожалуйста слушайте внимательно и записывайте конспектируйте получается обычный клей для краска ну взять обычную золотую первом утро золотой или же что-то такое типа от а чем-то с клеем на и получается это соотношение 1 10 и выходит вот такая вот лазурь полупрозрачная то есть видно что играет перламутр но есть полупрозрачные участки вот она такая не получается основа у нас колерованная масса неизменная модельная масса обычная акриловая шпаклевка в прошлых сериях мы говорили что это легкий рельеф как он у нас тоже мы показываем смотрите предыдущие серии нашей передачи сейчас я вам покажу интереснее будет если закончено оно наверх вот наверх уже так вроде как чистая но она правда еще мокренькая видно видно а вот здесь где солнце будет должно быть совсем хорошо да вот здесь отлично здесь она немножко подсохла здесь видно и фактурку и перламутр как он и работает на солнце получается ловкость рук не по мошенничеству получается лазурь не хуже чем итальянская да мы еще клей добавили с тобой лак для крепости добавили лак водорастворимый ну можно клей ПВА можно концентрированную грунтовку вот это соотношение один десяти поэтому оставайтесь с нами мы надеемся рассказать еще много интересного да тут видишь она куда сорвала еще не так видно ну давай туда еще переключусь нянишки ну что можно начинать нянишка подсохла нянишка подсохла о подожди делаем мы сегодня здравствуйте хе-хе-хе-хе не забыл представить да ваш несмедоведущий огромные километры в общем сегодня делаем неаполитарскую финишное покрытие финишное покрытие волшебный гель лазурь марсельский марсельский воск как вам будет угодно но самодельная формула авторская 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 лазурь авторская авторский марсельский воск за дополнительный вопрос обращайтесь к адресу лецен 2008 я правильно да хорошо и того волшебный гель состоит из обычного клея для обоев желательно универсал можно для виниловых тяжелых обоев не важно главное чтобы это быть погнущий клей и в него добавляем чудо краску золотая золотой перламутр или просто перламутр как требуется цвет нет так мы можем олег а ну покажи так я сейчас ну ладно я попробую сейчас поднести нет я покажу им сейчас вот этот мираж вот это наша перламутровая краска а ладно что я там вот это наша карлина правильно ну вот мы добавляли туда лак акриловый ну ну и клей обойный правильно все я ей показал и выходит вот такая полупрозрачная достаточная масса перламутр в полупрозрачном состоянии за счет они же видели например фактуру они уже видели да фактуру вы видели да в прошлой передаче мы его рассказывали теперь на эту фактуру мы ее зачищили да немножечко не убрали полностью оставили вот мелкий мелкий если в процессе изготовления фактуры у вас получился крупный немножечко подшкурить можно загрунтовать и по загрунтованному опять просто финиш ну вот здесь да здесь на свету она будет немножко получше линии нормально так хорошо работать опять же таки можно а мы наносим патриком фирмы Паван да девушка Паван либо старым добрым соколом да кому как удобнее ну напоминает оно нанесение да что воска воск точно да поэтому мы назвали что это марсельский воск но воски мы снимаем да или просто покрываем как ложится а здесь же важно что мы хотим достичь либо забить полностью ямки этим финишем либо его снять сверху то есть можно в зависимости от этого либо ввести как будто вкладишь да либо же снимаешь ну это уже как кому ну и опять тут же получается это авторский да то есть здесь и мираж да и у нас здесь Иркомовская перлына это получается мираж плюс да по смеси опять же таки возвращаемся к формуле вечного топлива да вечного топлива да то есть манипулируем да с помощью красок перламутровых золотых серебряных главное что за базу у нас идет гель да который мы делаем с обойного клея а потом тогда уже добавляем по необходимости соотношение 1 к 10 да мы говорили ну где то так да ну и где то так же 1 к 10 или клея ПВА или лака водорастворимого да или грунтовки концентрированные для крепости чтобы она можно было так как это финишное покрытие да стойкая к стиранию да ну смоется она конечно великолепно даже приятное ощущение будет выглядеть очень красиво даже так надо выглядеть вот сейчас я ее поднимусь еще маленький фокус когда проходим первый раз по крыльям через буквально секунд 20 возвращаемся а да и немножечко верхушечки да верхушечки приглаживаем то есть не снимаем а уже просто так раз чтобы тот перламутр который был в клее клей питался а перламутр остался и он начинает да будет играть на верхушках да то есть эффект того же аточента миража да да жемчуга как там его назвали перла да жемчужина андриатика да жемчужина а 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 Субтитры создавал DimaTorzok